Для Бориса Гордеева это не очередной нагрудный знак, а символ особого признания и уважения. Он, как сейчас говорят, ребенок войны. Родился в 1938 году, поэтому хорошо помнит, как провожал своего отца на фронт. Отец был ветеринарным врачом. Его все знали. Все приходили прощаться с ним. Значит, он меня подбрасывал руками кверху. Годы войны стали испытанием для миллионов людей по всей стране. В родной Петине Борис Гордеев, его сестра и мама встретили победу. А вот отца живым больше не увидели. Он погиб. С детства Борис Гордеев мечтал о небе, хотел стать летчиком. Но семье, которая осталась без отца, нужно было помогать. Да и здоровье подвело. О мечте пришлось забыть и пойти на завод. После армии он много работал. Но родным для него стал приборостроительный завод, где Борис Николаевич проработал 33 года. Вырастил двух сыновей и очень гордится ими. Довольно. Вот никто, все как-то разродно. 60 лет со своей Петровной прожил. 60 лет. Но это редкостью бывает. 60 лет. Ну, как говорится, и ссоры. Все бывает. Но все-таки мы не разбегались. Те, кого чествуют и награждают медалью «Дети войны», это уже пожилые люди. Однако память о военных годах все так же жива в их сердцах. И они помнят, какой ценой досталась Великая Победа. Дети войны – это очень много детей, которые остались беспризорниками. 19 миллионов после войны остались беспризорниками. А сколько погибло под бомбежками, под снарядами, сколько угнали в Германию детей наших. Ну, вот честь и хвала, что они выжили, выстояли, не сломались, пережили все невзгоды, перестройки и остались живыми. Обычно эти медали «Детям войны» вручают в торжественной обстановке. Но Борис Гордеев четвертый год не выходит из дома. Медаль ему вручили в день его 86-летия. Награда нашла своего героя. Наталья Тюрина, Александр Зюзяев. Наш Новости.